вы уже поняли что дима даник и сударь сняли тот самый лес но на самом деле они выполняли мое секретное задание прием-прием келька вы должны найти самые необычные продукты выполняйте задание принято дим ты дурак нам привезли еду это пицца на рыбе циркалбаса на где слушай ну вот стас должен попробовать это сперматозоид я не хочу это правда знаете что это еще что не хочешь привести мне не привозит давай гаджи чё мы сегодня будем делать стас нам привезли еду из японского сладости сладости там есть например цветы сакуры там все что ты себе не можешь представить это не просто вкусняшки из какого-то японского магазина в москве это реально просто же честно говоря вот я уже заходил в магазинчики я так скажу для контента стаса можно просто упаковывать весь магазин несмотря несмотря берешь тележку так все закидываешь потому что так вам скажу мы заходили в несколько магазов вот из всего круглосуточного небольшого магазинчика мы нашли три или четыре бренда которые мы знаем это было кола дав snickers kitkat вот 4 все остальное блин выглядит как будто вкус и доширак все пойдемте ребяточки это однозначно лайк вы можете прям сейчас поставить и я вам обещаю что лайк в этот никогда не заберете потому что этот ролик просто снесет вам крышу надеюсь вы уже посмотрели тот самый лес у дмитрия масленников потому что но ребят вы не представляете сколько я например пережил и ждал этого ролика не знаю как я ждал очень долго и наконец таки это свершилось о там человек идет Так, вообще, парни, какое у вас представление о, блять, простите, пожалуйста, мне хочется сказать, здесь кто-нибудь есть. Вообще, парни, какое у вас представление о японской еде, о японских продуктах? Ну, у меня в голову лезет лапша всякого быстрого приготовления, они любят, знаете, вот быстренько все сделать. Вообще, они тормоза еще тянут, они любят себя как говно с морепродуктами, то есть, блин, бананчик с морепродуктами со вкусом мерзкой креветки. Это вот твое представление, да? Предлагаю напасть на тот автомат. И хер ли ты тут встал? Ты думаешь, мы из тебя не вытрясим все? Братан, ты не знаешь, на кого напал. Охренел бы. Охренел бы мужик вон в управлении этой парковкой. Че вы здесь происходит? Так, ладно, ну давай по цветам пойдем. Зеленый есть? Есть. Синенький возьмем. Зеричи. Что это? Непонятно. Вообще, кстати, непонятно, что это. Богатый. А? Хочется. Тут еще, кстати, надо напиться за вкусом ирпудсов. Сергей, а подскажите, пожалуйста, что это такое? Может, вы лучше поймете, потому что знаете японский. Это энергидрин получается. Ага. С такими какими-то правильными бактериями. Местные денежки, кстати, 500 йен. 500 йен это 250 рублей монетой. Если что, это мой здешний кошелек, сделанный из носочка Сергея, нашего гида. Смотри, как быстро. Слушай, похоже на сироп от каши? Богатый. Ну, кстати, да. В Японии, как мы заметили, они очень любят подобные упаковки, которые у нас обычно применяются для каких-то медикаментов и так далее. Они используются для напитков, очень часто. Это будет долгий выпуск, ребят. Вообще, Стас будет в этом выпуске? Чисто выпустили ролик у него на канале без Стаса. О май. Молоко матери. Перед нами три бутылочки. Есть очень интересный факт. Мы только что со Стасеном. Ребяточки, отвлеку вас от контента и скажу, что у нас неделя японского контента от Лиги. И завтра ролик у Егорика. Это здание капсульного отеля в Японии. Отель выглядит так, как будто здесь людей убивают. Это грязный классик. Первое впечатление жутковато. А это просто охеренно выглядит. Подушка набита бобами. Куда он и ехали чем? Перевели то, что здесь написано, ну, гугл-переводчиком. И, короче, здесь в составе есть, как бы вам так сказать, маточное молоко. Давай с него начнем. Мне просто интересно, что это, блядь, такое. Пахнет какой-то, типа, жидкостью для отхаркивания. Да, я лупану. Мужки, а представляете, это просто для плоскания рта, что ли? Короче, честно, по вкусу, ну, стандартный просто сладкая вода. Ничего даже, никакого. Ну, давай больше не рисковать. Ребяточки, кто разбирается в этом, напишите в комментариях, что это за жижа. Ребяточки, если вы отсканируете и перейдете, то вы попадете на очень крутой сайт. Вот, а мне вот интересно вот это. Цвет мне нравится. Стас, открывай ты. Неплохо, да. Цитрусом пахнет, но почему-то она белая. Что скажешь, Стас? Знаешь, что похоже? На Маунти Дю. Ну да, на какой-то напиточек без газов. И мне вот прям это нравится. Это такой легкий, если бы он еще холодненький был, он был освежающий. Очень, если честно, приятный. Надеюсь, наши корреспонденты из Японии объяснят нам, что это такое. Друзья, давайте спросим у эксперта. Сергей. Калупс. Чего же вы сразу не сказали что-то? Калпис. Получается, уважение к говну. Мир говну. А реально? Это что? А реально сладенький, беленький напиток, который любят японские дети. Друзья, это уникальная штука, которая свойственна Японии. Калпис. Я такого в жизни не слыхал. Вот, Стасик, попробуй. Вот эта беленькая мне прям понравилась. Это зерич, то есть для богатых. Поэтому нам и понравилась. Открываем эту банку. Прямо знаешь, такая химозная дыня. Химозная, а это мне нравится. Блин, раньше были такие жвачки дешевые с Человеком-пауком. Пахнет реально пломбиром с каким-то лимонадом. А, то есть это напиток со вкусом мороженого. Прикольно, прикольно. По запаху лучше, чем по вкусу. Какой-то такой неприятный привкус. Мне не нравится. То есть нам намного больше вот этот напиток мне нравится. Здесь он прям золотая середина, цитрусовая. Похожа на Маунтизю, только без газа. Это, блядь, эликсир жизни, нахуй. Я не знаю, что это. Знаешь, что это? Это аирподсы, ребят. А, да. Тут еще, кстати, напиток со вкусом аирподсов. А мы такие сидим, такие, ну такая, типа, кисленькая. Но вот это фаворит. Этому определенно лайк. Так, сейчас напишу ребятам, пусть приходят в гости. Привет, Саня. Приходи. Давно тебя не видел. Алло, Ром. Ты как, сегодня сможешь прийти? Я ребят собираю. Все, супер, забились, жду. Алло, Лис, ты сегодня выходная? О, супер, давай тогда жду тебя в гости. Так, друзей позвал. Сейчас надо будет найти фильм. И сейчас пойду проверю, чем буду их угощать. Пустовато. И что теперь делать? Точно, в Яндекс.Лавке стартанул фестиваль сыра. Таких угощений они точно не ожидают. Так, заходим в Яндекс.Лавка, фестиваль сыра. Так, заказываем сыр Гауда, сыр Капретто, Шамбала точно беру. Брис Валя. Так, сыр Хрущащий и виноград с медом. Это для Лизы. Все, делаю заказ, ожидаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа, сырочек. Блин, безумно вкусно. Сосон, конечно, некрасиво спрашивать, но где ты взял столько разного и вкусного сыра? Ну, слушай, я заглянул в Яну Славку, а там фестиваль сыра. Сыр с плесенью, сыр с орехами, десертный и даже готовые нарезки. А если вы, мои подписчики, хотите порадовать себя, друзей или семью, то специально для вас Славка дает 35% на первый заказ для новых пользователей по промокоду SUPERSTAS. Ссылка будет в описании. Попробуйте сыры, пока фестиваль не закончился. А я погнал смотреть с ребятами мультик. Ребяточки, вы мне что-то оставили? Нет. Ручки там мне, ручки. Агент Стас, как вам? Алло, Стас. Алло? Ничего не слышно. Слушай, у меня нет прибора. Поменяй палец. Алло, Стас, как тебе? Дим, напитки, конечно, прикольные, но еще нужны интересные продукты. Хорошо, мы пошли дальше. Что ж, сейчас мы погрузимся в мир вкусноты, еды японских прихолдесов. Ролик у Стаса получится очень хороший, поэтому обязательно подпишитесь на его канал, напишите любой комментарий, поставьте лайк, потому что Стас ест специально для вас. Ну что, друзья, мы находимся около японского супермаркета в Токио. Сейчас мы сюда заходим и выносим половину. По-настоящему штук 10 предметов, потому что много из Японии нельзя увезти. Прием, прием, подписчики, у меня для вас есть секретное задание. В моем телеграм-канале уже опубликованы материалы, которые не вошли в этот прекрасный ролик. Так что переходите, я слежу за каждым. Давай сейчас я достану то, что в Японии встречается самое часто. Они все заворачивают в мачо. А, это мачо, слава богу. Я думал, это васаби. В общем, это мне кажется, прям что-то такое, прям что можно сказать японское, потому что они все заворачивают в мачо. Это, я так понимаю, миндаль. Что это шоца такое? Миндаль в васаби, я просто прочитал. А, это мачо, мачо, мачо. Нет, давай возьмем, наверное, это вот типа супер японская штука, которую надо, мне кажется, попробовать в Японии. Миндаль, они вообще на него молятся практически, он везде. А ну-ка, запах. Ну тут все в упаковочках. Чем-то как в чаем, да? Ой, прикольно. Смотрите, каждые конфетки упакованы в каждой упаковке по в среднем 5 штук. А еще прикольно, что здесь вакуум, наверное. Они вздутые, они вздутые, такие, что не пострадают. Стой, надо лопать. Да, если бы я был маркетологом, это я бы делал типа такой челлендж. Попробуй лопнуть упаковку. Я лопнул упаковку. Ты попробуй сразу, и ты скажешь, острые они или нет. Да я думаю, нет. Чувак, это вообще, блядь, пушка. Я как японец сейчас скажу, что это ойси, брат. Это что значит? Это вкусно. Я подготовился, у меня с афона вот сидит, переводит. Бля, как же это нежно. И не скажешь даже, что это вверх, да? Вообще не скажу. Это, блин, прям, знаете, вкус. Мне почему-то орешек вот сам, который внутри, на фисташечку какую-то. Бро, почувствуй вкус, как шоколада в конце. Да. Какого-то такого прям молочного. Блин, охеренно. Сколько ставим оценочку? От 1 до 10. 10. 10 однозначно, да. Давай сделаем так вот. Я извиняюсь. Что это? Я не знаю, что это, но это киткат какой-то непонятный вообще. Purple sweet potato. Фиолетовая сладкая картошка, блин. Что это такое? Что такое вообще? Это все киткат. Ребята, просто посмотрите. Это киткат, мать его, за ногу 7 раз. Это в форме горы Фудзи. Слушайте, это очень странно. Давайте брать. Васаби возьми на киткат. Васаби? Киткат с фиолетовой сладкой картошкой. То есть со свеклой, блядь. Так, ну что, смотри. У нас есть purple sweet potato. У нас есть strawberry cheesecake flavor. Это типа киткат с их горы. Я так понимаю, вот это их легендарный. Не ебу какой, но с какой-то горы. И васаби флоу, чувак, киткат. Давай все откроем, чтобы посмотрим, какой у них фон-фактор. Сейчас мы определим, какой самый вкусный киткат. Не переключайтесь. Здесь только говорят правду. Так, ну что, поехали. Sweet potato. Смотрите, цвет какой приятный. Такой фиолетовый, бледно-фиолетовый. Да-да-да, знаешь, когда насыщенность убрали? Это очень вкусно, чувачки. Стой, мне кажется, я могу передать этот вкус. Как будто вкус каких-то цветов. Очень вкусных именно цветов. Ароматный, он очень ароматный. А какой нежный вот этот шоколад. Бляха, я вкусный конфет не ел, честно, я тебе скажу. Сейчас я объясню, что здесь прикольно. Невероятно нежная оболочка. То есть она прям тает во рту. Хрустящая внутри. И похожа на вот какой-то типа, как будто вы едите какой-то цветок. Вот это именно про этот вкус. И я считаю, что это очень такой прям средненький. Он не сладкий и не кислый. Он что-то такое прям золотая средина. Но мы двигаемся дальше. Так, нюхнем васаби. Я уверен, они сделали же, чтобы только аромат от васаби был, а не реально горький. А вот нюхнись, ты его чувствуешь в васаби? Да, чувствую. Давай. Ну, беспонтовый немножко. Я не скажу, что прям экстра. Вот эти гораздо вкуснее. А ты послевкусуем. Да. Она не горькая. То есть она не очень едкая, как васаби реально. Она просто конфетка с ароматом васаби, который там что-то раскрывается чуть-чуть. Но это не прям васаби-васаби, который типа убьет у вас любовь к любому блюду. Это прям приятно. Не сказал бы, что здесь оно как-то раскрывается именно по васаби. Ну, типа, вот это вкуснее. Короче, просто аромат сохранили. И аромат очень правдоподобный. И давай теперь стрёбри чизкейк флауэр. Клубничный чизкейк с цветами, да? Да. Тут тоже есть цветы. Скорее всего, тоже будет очень ароматно. О, смотри, оно белое. Полностью белое, да. Иваник-нёк. То есть та самая. Та самая падла. Ну, прикольные сладкие, очень сладкие. Это прям противоположность вот этому. Если вы любите что-то нежное, необычное, то вот это. Если любите, чтобы так ёбнуло сахар в кровь, такое прям притерно-сладкое, то вам троу-бори чизкейк флауэр. Это прям очень сладко, прям аж. Я настолько сладко не люблю. Да, ребят, хотите попробовать? Лови. У меня кисть. Ух, на столет. Что это такое? Блядь. Что? Вы заебали это. Что это? Что, ты сам делаешь линзы себе или что? Друзья, тут маркер, которым надо заливать какую-то херню в другую херню и получится вкуснятина какая-то просто. Здесь что-то мягкое, а здесь явно на карандаш прям. Смотри, показывает, что надо налить что-то туда. Давай. Скорее всего, ты сам делаешь начинку для этих конфет. Что? Давай, опа, конфетки. Ты просто понюхай, занюхни, занюхни. Ну, просто конфета, пока ничего прямо. И теперь нам надо достать ручку. Опа. Это кислинка, блядь. Это, блядь, прям нормальная кислинка. Открывай. Нет, так я не буду заливать, давай еще одно. Ну все, но кисло проходит быстро. Кислота во рту проходит очень быстро, а потом остается такое сладкое посовкусие. Прикольно, то есть ты сам варьируешь себе кислоту. Это странно звучит, да? По вкусу, в принципе, стандартно. Но из-за того, что тут такие необычные манипуляции, а особенно это же как бы больше для детей рассчитано, да? То это очень интересно. Не, круто, что какой-то кукинг сам ты типа что-то делаешь. Давай, брат, не нужно, нужно. Вот что, по-моему, кислая. Это вот эта корень. И она сама кислая, блядь. Короче, я бы поставил эти конфетки, нет? Не, давай ставить закислость. Закислость? Десять, десять. Нет, ну ты что, есть конфеты намного кислее, чем это. Это такое, знаешь, умеренная кислота. То есть, чтобы хлебало не разлеталось. Но мне нравится, как это сделано. То есть, это не просто конфеты. Ну, мне кажется, десять из десяти. За интерактив, за кислоту, прям охеренная штука. Да. Но мы не останавливаемся, мы идем дальше, потому что нас там, ребят, просто полный пиздец. Дверь закрой, да, закрой дверь. Да, алло, да, мам. Хорошо. Я не по поводу задания, Стас, я с матери говорю. А мы зачем забились? У меня тот же вопрос, ладно, сейчас подожди, Стас. Ты сбрось. Алло. Стасик. Килька? Ну, немало продуктов. Давайте еще. И помощнее. Он недовольный результат. Надо еще, надо еще, пацаны, надо еще. Надо прям самой мощь. Он же худеет. Он, кстати, давно положил трубку. Это семечки? Это семечки, да. Просто семечки? Правда, китайские. Мы потихоньку к ним привыкли. Что, подождите, Сергей, как это происходит? Вы выходите такой раз, рядом с падиком японским, да? Вы присаживаетесь? Нет, не переживайте. И практически лузгаем семечки, но потом приходится собирать и выбрасывать близостоящую урну. Договорились. Ну, смотрите, мы видим, достаточно стандартные семки. В любом аршанском магазине продается. Кстати, ты знаешь, что люди, которые едят семки, делятся ровно на два типа? Те, которые вот так вот лускают. И типа, я понял, что это колхозник обыкновенный, как это так делать. А когда пальцами, это уже нормальный, элитный человек. Тут написано инструкция зубами, брат. В Японии сразу дают, что это колхозник. Ну, типа, обычные семки. Ну, большая шкарлупа, если честно. Маленькие очень семена. Ну, знаешь, все-таки они чуть-чуть чем-то отличаются. Смотри, какие длинные. Но чистится очень хорошо, кстати. Да. Да прям как будто без соли натуральный вкус именно семок. Без добавок, да. Ребят, давайте вот сейчас челлендж. То есть мы сейчас много узнаем про Японию. Напишите, что вы знаете про Японию. Вот главный факт, который вот вы проснетесь и вам задают. Что вы знаете о Японии, пишите в комментарии. Я знаю, знаешь что? Что там есть якудза. Типа банды опасные. Я знаю, что там есть использованное белье продают. Трусы женские? Я бы никогда такое не купил. Мне они нравятся. Я им поставлю вот твердую восьмерку. Мне не хватает чуть соли. Я привык к таким более соленым. Ну, когда чтоб так рот, блядь, так разъела нахуй солью, что ты, блядь, выходишь на улицу. Ух, ети твою мать. Ребят, Стас любит огненную лапшичку, а вот это выглядит опасно. Стас любит тебя огненным чем-то покоробить. Пошел он. Я до сих пор его не могу простить. Вот этот прикол, я чуть не умер. Что это нахуй, блядь? Это самый острый соус в мире. Блядь! Не дыши ртом, не дыши. Мне кажется, если я сейчас и достану, ты меня возненавидишь. Это что-то острое. Ну нет! Нет, стоп. Если я ем острое, то это должно быть обязательно как-то необычно. Давай сделаем это в Телеграме. Ребяточки, этот острый доширак мы будем есть у меня в Телеграме. Как только там будет 100 тысяч, вам просто перейти, подписаться. Там немножко осталось, всего лишь 90 тысяч. Это, блядь, что? Спайман написано. Это даже вот или слива, или сакура, просто она засушенная. Засушенная. Не, ну слушай, съездить в Японию и попробовать сакуру? Обычно все смотрят, а ты попробуешь сакуру. Так, ну давай, цветы сакуры. Ну, мы... Ну, съедобно точно? Ну вот я тоже не понимаю. Выглядит просто как камень. Вы уверены, что мы должны есть камни? Похоже, знаешь что? Прикинь, это косточка от абрикосы, которая немножко жухнула. Солененько. Ммм, вкусненько? Не знаю. Это на сухофрукт похоже, который очень сухофрукт. Очень-очень сухофрукт. Надеюсь, мы не умрем. Так, ну что, сакуры однозначно вообще ноль. Это какая-то ебень, которая сухофрукт, которая не кусается. Какие-то кусочки, и у нее такой какой-то странный привкус. Не, ну вот, что это такое? Смотри, это мясо. Это мясо вяленое. Или стоп, это фрукты, я думаю. Не-не-не, это мясо, скорее всего. Сергей, а поскажи, пожалуйста, это же вяленое мясо? Это, да, это мясо, но со вкусом кислой такой сливы. Теперь мясо, видел какое-то? О, бля. О, бля. Короче, это похоже на чипсы из мяса. Или какие-то кирешки из мяса. Знаете, в таком у меня на форме. Фу, это у... Бля. Фу, бля. Бля. Фу, бля, какая гадость. Странная хрень, бля, химозная тварь какая-то. Она еще поначалу типа такая, типа... Типа, дай я мясо, а потом нет, блядь. Я тебя убью, блядь. Я тебя ведь зарежу. Это невкусно, это несъедобно. Это одной компанией вообще упаковки. На вкус, блядь, напоминает просто какую-то химию. Вот это официальное лицо химии просто. Это лицо, блядь, хуйней нахуй. Все вот это вот в мусорку, ребята. Это не нрав. Так, там что-то в катастрофу какая-то. Что-то у него произошло. Знаете, что это? Это набор пластилина? Нет, чувак. Это игрушки детские? Нет. Вы не угадали. Это набор молекулярной детской кухни. Что? Подожди, это суши, которые надо самому приготовить ребенку и даже создать тунца. Вы что, ебнули что-то? Создать тунца. Это что, набор бога? Я не понимаю. Я тем более скажу, что надо отметать икру еще самому. Так, ну что, здесь пишется, что нужна вода прямо вот здесь. Такая вот яркая упаковочка. Всяких много пакетиков приправ, скорее всего, или что-то. Стоп, ты понимаешь, что мы сейчас делаем суши, и тут нету риса, нету рыбы. Тут просто вот какие-то приправы. Из них сейчас получится суши. Вы вдумайтесь в это. Ну, тут какая-то белая штука, я не понимаю. Вон упаковки синяя, смотри, засыпаем водичкой. Синюю с водичкой. Давай. Все, я налил. Высыпай и перемешивай. Должен же рис получиться. Ох, то есть вот должна получиться типа рисовая жижа. Да нет. Нет. Я спросил, в эту же. Да, я тоже слышал. Сейчас, блядь, получится просто отравиться, пацаны. Да, есть икринки, смотри, чел, я вытаскиваю. Давай. Смотри. Вот икринка, получилось. На, сри, изберешь, вот смотри. А, это руками делается? Да. Добавляем желтень гага. Все, приятного аппетита? Вот это, конечно, сушки. Когда мам купи сет ролла, она привезла это мне. Один, 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 ребят. Стоп, так это формочка была, то, что ты вот сломал. Смотрите. Уже нет. А, это сладкое. А ты думал не сладкое? Я думал сладкое. А я надеялся нет. Ну, это прикольно. Я просто сейчас ел какое-то суфле или что-то типа этого. Я думал, это будут соленые суши. Окей. Но прикинь, сколько мы эмоций получили. Мы делали это. Прикинь, ты вот сидишь с ребенком, ты крутишь какие-то икринки делаешь. А потом, он говорит, ты, блядь, заебал. Закажи нормальные роллы, блядь. Но все равно это очень интересно и необычно. Поэтому я ставлю этому десятку. Я ставлю за офигенность нашу этому блюду 10 из 10. Мы повара от бога. Ребят, заказывайте роллы в Супер Егорик. Что, подожди, что, что, что? Стой, 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 Диман, Диман, стой. Это бургер в консерве. Скажи, что нет. Скажи, что нет. Я не знаю. Бургер в консерве. Рогман открывается легко, элегантно просто. Вот так вот выглядит бургер, который вы видите на картинке. А ты понюхай, это кошачий корм, блядь. Ну не сказал, что кошачий, но очень концентрированный. В конце прям такой приятный вкус ветчины. Давай, ой, прям. Я смело это делаю. Бля, извините. Курик. Это очень соленое. Мне нравится. Но очень такой приятный, нежный вкус. Вкус как будто мяса какого-то. Идеального мяса. Вот представьте, у вас была курица, из нее вот все самое вкусное мясо взяли. Спрессовали, положили. Блин, вообще кайф. Но она прям соленая. Нет, это не, нет, это колбаса. Это просто, мать его, колбаса. Это соленая колбаса. Соленая колбаса. Просто не нарезанная, а с ком положили туда. Ну, очень вкусно. Смотри, это используют, я так понял, в каких-то салатах или бургерах. Эта спам-штука пошла как раз от чего у нас слово спам. Вредоносная вот эта херня, от чего приходит тебе сообщение на почту. Именно отсюда. Да, они первые, кто сделали такую штуку, они по почте отправляли свою рекламу своей же ветчины на все адреса. Очень-очень много. И после этого мы с вами лежали просто спам. Серьезно? Да. Так что это легендарная штука. Нахуи. Ух ты ж, блядь. Что, ебанулся, блядь. Что за пицца? Что за пицца? В упаковке. Давай закажем пиццу, на. Чел, я прочитал, что это. Прочитай вот здесь. Салами чиз он ведрай тыс. Это пицца на рыбе. Сыр, колбаса. На где? То есть это не тесто, это рыба. Стоп. Я хочу уехать. Это салами, сыр на вяленой рыбе. Пицца. А на чем она? Почитай внимательно. Пицца тара, салами, сыр и дрейпфиш на рыбе. Это пицца на рыбе. Пицца реально на рыбе. Смотрите, внимание, это выглядит как конфета. А мы думали треугольник. А я думала сова. Не так плохо. Не так плохо. Очень вкусная колбаска. Очень вкусный сырочек. И даже не скажешь, что это на рыбе. Нет. У меня есть полночения, что я просто папироне с сыром. Потому что здесь слой рыбы, он настолько маленький и тоненький, что даже его не чувствую. Я чувствую, что это рыба. Но колбаска очень вкусная. Так что, ребят, пицца на рыбе меня удивила. Мне это нравится. Так, друзья, у меня один вопрос. Нет. Кто рискнет? Это очень большой сперматозоид. Слушай, ну вот Стас должен это попробовать. Что это? Бля, это на сперматозоиды похоже. Знаешь, батя хотел тебя смыть, но, бля, получился ты. Давай, а прикинь, там реально просто, ну, японцы на дудонили. Ой, они продают. Главное, чтобы они на насыпали, да тем ели. Давай, пробуй. Ну, вредно же это, ну, там. Походу, не вредно. Ой, бля. У меня, чуваки, два си не будем это есть. Это, это правда, как лекарство по вкусу. А прикинь, она влияет как-то на мужскую вот эту вот активность. Сейчас пойдем вдвоем. Неудобно будет. Я, если что, актив. Это ликер. А, ликер, да, кстати, блядь, на ликер похоже. Алло, Димочка, а вам сказали, что вы покупали, когда вот сперматозоид в Японии? Нет, мы просто взяли в магазине. А знаешь, что это? Что это? Это ликер. Так. И я его попробовал. Вот и все, хорошо. Спасибо большое. А еще же не хочешь привезти мне? Не привози, давай. Ты в курсе, кто вообще первым изобрел лапшу быстрого приготовления? Нет. Японец. А знаешь, как она выглядела, эта лапша быстрого приготовления? Неизменно уже 60 или 50 лет. Вот так вот. Серьезно? Да, упаковка неизменно. Это база? База. Стасик, ты обязан это попробовать. Это вот основа основ Доширакси. У-у-у. Ой, прям этими же, креветками прям. О-о-о. Набухло. Набухло. Смотри, как это прям... Смотрите, как вкусно выглядит. Знаешь, что мне нравится? Что не надо было раскрывать, что-то засыпать, чисто залили. Да, да. Я вообще не понимаю, зачем добавляют эти приправы, что их надо... самим оторвать. Закинули сразу и все, водой только залился. Да, настоящая креветка. Да, настоящая креветка, настоящая мясо. Это не какая-то хрень, типа, спрессованная там стружка. Это прям реально мясо. Стас, ну хватит, дай мне. Подожди, подожди, подожди. Ну, вон у тебя оставил тут все кусочек. Блин, засасывает эти макароны прям... Блин, пиздец. А это очень вкусно. Слова здесь излишни. Вы видите, как мы набросились на этот деширак. Это, знаешь, я могу тебе объяснить. Едешь ты в поезде, просыпаешься, и вот завариваешь вот этот деширак, прикинь, в поезде, с утречка прям. Мне кажется, это прям атмосфера. Давай как-нибудь попробуем? Пойдем по Владивосток. Давай. Друзья, весь этот набор продуктов, которые мы купили для Стаса, вышел на 13,5 тысяч иен. Это примерно 7 тысяч рублей. Ребят, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Мне кажется, это было очень круто и познавательно, как минимум для нас. Да и для вас тоже, я уверен, было круто. Спасибо вот этому сперматозоиду за то, что сделал наш день. На моем YouTube-канале скоро тоже выйдет видео, где шпионы из Японии затестили японские отели. И мы будем сравнивать с похожими отелями в Москве и с отелями в Японии. Так что это тоже будет очень интересной ролик. Переходите, потому что это, мне кажется, просто будет просто разрыв шаблонов. Пока.